Руслан говорил, мне кажется, как раз Россия, ей свойственно эту миссию в мире нести общинности, соборности и, собственно, как нигде развивать, может быть, для нас не самое подходящее слово, как эко-людечек, а скорее больше общинности. И поэтому я был доформлен выступлением Дмитрия Морозова, как примера общины, общины служения, в частности, работы с детьми. И именно такой формат мне привлекает не просто загородной жизни, а именно освоение наших бесконечных пространств в России общинным способом жизни, служения. И в этом я вижу, собственно, оправдание антиурбанизма. В городе тоже можно заниматься служением, понятно, и, я уверен, многие из нас, собственно, это и делают, и здесь нет конфликта. Но если бы не было проблем от города, я считаю, что легче развивать эко-посредничество, особенно с этим термином, чем перезагружать неспособные к жизни города. Вот поэтому эта тема мне и очень актуальна и важна. А для Руслана, Байрама, который уже убегает, да, и для Романа у меня родилась некая идея, предложение, исходя вот из первых двух дней нашего форма, который в таком режиме интенсива, дадишта, можно сказать, да, проходит. Почти каждый спикер сказал, что он готов был развернуть свою речь на часы, да, но пытался уложиться в минуты. Это основать, может быть, не имеющий аналогов в мире, школу эко-поселенчества, которая бы не в режиме только форума, это само по себе прекрасное событие форма, но по какой-то такой, может быть, среднесрочным курсом, да, обучал бы жить и основывать. То есть выпускники должны быть готовы основывать эко-поселение. Я так понял, в России накоплен уже настолько колоссальный опыт, что мы можем учить тех, кого учит Даяна в Америке, эко-поселевической жизни. Вот, и тут у нас такая идея, вот ты, Роман Спрасович, да, вот такой вот, уже на данный момент возникает какая-то идея, какая-то ФИБЭ, это вот идея вот такой школы. Прекрасно. И Эдномир, наверное, одна из лучших площадок, и для себя же не лучшая. Хорошо, написали. Спасибо вам. Благодарю. Благодарю.